Тайное всегда становится явным. Эти слова можно смело сказать про Рязанское судебно-экспертное учреждение пожарной службы. Ее специалисты исследуют каждый сантиметр и способны точно сказать, пожог это или техническая неисправность. Наши судебно-экспертные учреждения созданы для обеспечения деятельности государственного противопожарного надзора, а также повышения эффективности деятельности при расследовании преступлений и правонарушений, связанных с пожарами. Лаборатория основана в 1965 году. Ее основными задачами являются расследования по делам о пожарах. Также они проводят испытания в области пожарной безопасности. Кроме того, в лаборатории проводится исследование веществ и материалов, изделий, оборудований и конструкций на становление их пожароопасных свойств. Сотрудники экспертной лаборатории приезжают после тушения пожара, а иногда и непосредственно в его время. Именно в этой форме пожарно-технические эксперты и приезжают на возгорание. Сотрудники лаборатории показали на конкретном примере, как проходит работа. На обычный деревянный брусок капнули немного бензина и подожгли, а после промыли водой с моющим средством, имитируя пожарную пену и возможные осадки. Но даже после такой обработки с помощью газоанализатора можно определить следы легковоспламеняющейся жидкости. После этого образец изымают с места пожара и исследуют в лаборатории. В этой лаборатории мы проводим химические исследования легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, образцы которых нам удается изъять с места пожара. Непосредственно вот этот прибор, газовый хроматограф, позволяет установить конкретно вид вещества, применяемого для поджога, определить, если касаемо бензина, его марку и степень его выгорания. При наличии обширной базы бензинов со всей России возможно даже определить производителя данного топлива. По показаниям приборов можно определить, произошло ли в проводах короткое замыкание после пожара или стало его причиной. Существует два способа это сделать – разрушительный и неразрушительный. Второй метод позволяет проводить исследования не один раз. Также в работе применяется и тепловизор. Выехали на пожар, мы его разграфили, обозначили каждую точку, провели измерения в каждой точке. И вот эти данные, после того, как обобщили их, построили поля распределения температур. Вот такое расположение очага пожара чаще всего нам говорит о том, что здесь был поджог. То есть никаких технических средств, ни двигатель, ни электропроводка, ничего здесь нет, кроме как занесенный извне источник зажигания. Для специалистов судебно-экспертного учреждения сегодня практически нет ничего невозможного. Установить причину пожара удается практически в 100% случаев. Квалификация сотрудников и наличие современной материально-технической базы позволяют успешно решать все задачи, поставленные перед экспертными учреждениями Федеральной противопожарной службы на территории Рязанской области.